Листвянка Разрешение на строительство дома площадью 1400 квадратных метров в границах центральной экологической зоны. Впоследствии на этом участке возникла трехэтажная гостиница. Возбуждено уголовное дело. О неменее громких и резонансных темах первой половины пятницы поговорим в ближайшие полчаса в эфире. Новости по будням. А прямо сейчас короткие анонсы от наших корреспондентов. В школах Ангарска продлен карантин еще на неделю. В программе расскажем, чем вызвано такое решение главного санитарного врача города и насколько выросло число заболевших. На треть выросло число тяжких и особо тяжких преступлений в отношении детей в регионе. Большинство злодеяний связано с насилием над несовершеннолетними. Цифры печальной статистики узнаете далее. Дальше склада не уехали. В Иркутске обнаружили 219 килограммов томатов неизвестного происхождения. Что стало с овощами, которых не было маркировки и этикеток, расскажем в выпуске. Поговорим о творчестве сегодня в рубрике «Повесточки». А именно раскроем детали, что за жемчужины собирают вот уже 10 лет подряд в Ленинском округе Иркутска. И как крокодил превратился в гонорар. Выпуск с новостей из Ангарска. Там свирепствуют острые респираторно-вирусные инфекции. Из-за этого карантин в школах и детских садах вынуждено продлен еще на неделю. Находиться в организованных коллективах малышам и подросткам категорически запрещено. Врачи зафиксировали стопроцентный рост заболеваемости ОРВИ среди несовершеннолетних. Карантин в ангарских школах ввели еще 7 февраля. А с помощью этой меры за неделю главный санитарный врач округа рассчитывала снизить порог заболеваемости. Однако этого не произошло. За минувшие 7 дней в медицинские учреждения за помощью обратились почти 4000 пациентов. Более 80% из которых дети. 9 человек и вовсе получили диагноз «грипп». Такие показатели не позволили снять карантин, пока его продлили еще на неделю. На основании постановления территориального отдела Роспотребнадзора продлены карантинные мероприятия с 14 февраля по 20 февраля включительно. Дети ежедневно получают задания в дистанционном режиме. Надеемся, что ситуация стабилизируется и наши школьники 21 февраля сядут уже за парты. Каникулярный график не поменяется, программы рабочих педагогов будут скорректированы, то есть каникулярный период, дети будут отдыхать. Внепланового отдыха на больничном многие жители Иркутской области все же пытаются избежать. Для этого используют различные средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски. А их наличие в продаже отслеживает федеральная антимонопольная служба. В региональном управлении ведомства сообщают, что еженедельно проводят мониторинг крупных поставщиков данной продукции, а также пяти аптечных сетей при Байкале. Кроме официальных запросов, склады и торговые точки лично посещают сотрудники ФАС. Эти мероприятия обязал проводить федеральный центр. Он запрашивает выявленные данные также каждые 7 дней. Цель этих усилий – не допустить дефицита и необоснованного завышения цен. Пока в этих вопросах ведомство не зафиксировало серьезных недостатков, хотя и признает, определенные проблемы все же есть. Недостаток товара в аптечных сетях, мы это фиксируем. Вызван он в первую очередь обстоятельствами с тем, что территория близкая к Китайской народной республике. Есть у нас информация, что жители Поднебесной у нас скупали медицинские маски и вывозили их в КНР. Сейчас граница закрыта, поэтому вполне прогнозируемо, что эти события приведут к тому, что восстановятся объемы реализуемых медицинских масок. Стоимость медицинских масок, по данным ФАС, сейчас варьируется от 6 до 30 рублей за штуку. В последнем случае цена основывается не на пожелании владельцев торговых точек, а на конструктивных и дезинфицирующих свойствах товара. Поэтому поводов для наказания антимонопольщики пока не видят. Ситуацию с масками также продолжают отслеживать специалисты Росздравнадзора и журналисты. Соответствующий эксперимент редакция новостей по будням проводила на днях. Серьезный финансовый повод для возмущения появился у ангарчан. Люди массово получили некорректные квитанции по оплате за вывоз и утилизацию мусора. Цифры в платежках завышены в разы. Справедливость люди ищут в управляющих компаниях. Их офисы буквально берут в осаду, чтобы заполучить нужные справки. Обо всем по порядку далее. Квитанции простые, цифры в них фантастичные. Выше обычных в разы. Со странными начислениями на оплату вывоза мусора столкнулись сотни ангарчан, жителей многоквартирных домов. За объяснениями люди отправились в офис регионального оператора по обращению с отходами. С вопросом, откуда в платежках такие суммы. В 2018 году купила квартиру в 17 микрорайоне. Адрес точно называть не буду. И до настоящего времени прописана одна и проживаю одна. А квитанцию мне прислали, что там трое человек проживающих, а прописанных вообще никого. То есть данные, откуда они такие взяли, я не знаю. С некорректными данными придется разбираться региональному оператору. Информацию там получили от управляющих компаний. Запрос сделали не просто так, а в связи с новой схемой начислений за вывоз отходов. Ее Ангарск изменил в декабре 2019 года. Если раньше сумма определялась по квадратным метрам, то теперь в расчет берут количество проживающих. У меня ожидали, что Ангарск у нас такой активный город. Потому что перерасчет же не только в Ангарске, а около 20 муниципальных образований. Отклик только в Ангарске. Отклик обернулся очередями в управляющих компаниях. Сюда приходят люди, обнаружившие в квитанциях лишних жильцов. Чтобы разобраться в ситуации, ангарчане вынуждены стоять в очереди часами. И люди, в принципе, больные, старые, целый день теряют здесь в очереди. Назвать это хамством, значит ничего не сказать. Это просто издевательство над населением. Пока население берет справки о составе семьи, региональный оператор готовится к перерасчетам. На официальном сайте уже опубликован список адресов, по которым можно корректировать данные. Главное принести документальные доказательства. Согласно действующего законодательства, объектом начисления является не количество прописанных в жилом помещении человека, а количество проживающих. Если человек, допустим, живет один и прописан в квартире один, но он по разным причинам отсутствует, да, там, значительную часть времени работает на вахте или учится. То есть, согласно законодательству, можно представить соответствующие документы. Документы, возможно, придется приносить неоднократно. Некоторые справки выдаются на срок до двух месяцев. Поэтому многие наверняка окажутся перед дилеммой. Что же экономить? Деньги или нервы? Олег Федоров, Лада Рыбакова, Андрей Назаров. Новости по будням. Коммунальная сфера уже давно в списке самых проблемных. Жалоб на размер тарифов, качество обслуживания домов и уборку территорий поступает огромное количество. О зима сезон неочищенных дорог и тротуаров. Так, в Братске из-за этого даже увеличилось число пациентов в травмпунктах. Из-за повсеместного гололеда количество травмированных выросло в два раза. С вывихами и ушибами к медикам Братска на этой неделе обратились свыше 200 человек. Более 20 пациентов получили переломы. А вот в областном центре ситуация не такая печальная. Количество пострадавших от контакта со скользкими дорожками не превышает средние показатели. За сутки, например, в травмпункт городской клинической больницы номер 1 обращается около 50 иркутян. И далеко не во всех случаях причина повреждений – гололед. Во многом это заслуга природы. Сейчас в Иркутске установилась стабильная и довольно теплая погода. Внимательно смотреть вверх приходится сейчас жителям областного центра. Дело в том, что температура на улице поднимается. И далеко не во всех районах города сотрудники управляющих компаний позаботились о своевременной очистке крыш. Как итог – сосульки и тающий сползающий снег. Да и под ноги надо не забывать поглядывать. Тротуары и дороги привели в порядок не везде. О коммунальной нелюбви расскажем далее. Сосульки оплакивают долгую разлуку с коммунальщиками. На крыше Иркутского дома ветеранов специалисты не наведывались уже давненько. И кажется, совсем забыли, что их ждут. И не только здесь. По всему городу льют слезы сосульки с сотен крыш. А снежные шапки так и норовят приземлиться на шапки меховые, зазевавшимся прохожим. Неродивых коммунальщиков вовсю наказывают рублем. В зимний период 2019-2020 года к административной ответственности привлечены несколько управляющих организаций, по которым составлено 234 протокола об административной ответственности. Наказывают не только за несвоевременный визит на крыше. Конечно, любовь к уборке у коммунальщиков должна быть на высоте. Но и на земле тоже. Отсутствие наледи и большой колеи во дворах – тоже зона ответственности управляющих компаний. Если они забывают про это, поскользнувшиеся люди и автомобилисты, повредившие свои машины, будут назначать коммунальщикам свидание в суде. Обращают иркутяне внимание и на другие нюансы во время снежной зачистки города. Меньше бы сыпали что-то грязи, потому что все кусты, которые вокруг потом погибнут на следующий год, потому что сгребают на газоны, и эта чернота вся впитывается. Впитать любовь к уборке иркутским коммунальщикам придется как можно скорее. Весна уже на пороге. А только в Ленинском районе от снега и наледи очищены кровли на менее чем половине многоквартирных домов. Территории возле зданий тоже приведены в порядок далеко не везде. Алена Полоненко, новости по будням. Нарушения иного рода, а именно пожарной безопасности, стали поводом для постановления о закрытии цирка в Иркутске. Решение вынесут, однако здание до сих пор открыто и в нем работают люди. Все потому, что по закону у администрации цирка есть пять дней на добровольное исполнение решения суда. За это время еще можно устранить все нарушения, а их немало. Сотрудники МЧС в ходе проверки выявили массу недочетов в обеспечении пожарной безопасности. Например, ширина проходов в зрительном зале не соответствует требованиям. Исправляют ли обнаруженные проблемы в цирке нам выяснить не удалось. Руководство учреждения пока решило воздержаться от комментариев. А вот решительных мер в случае неисполнения решения суда избежать не удастся. Руководству цирка вручено постановление о возбуждении исполнительного производства. Руководство цирка лично предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая наступает в случае злостного уклонения от исполнения решения суда. Будут предприняты исполнительные действия, направленные на принудительное исполнение. То есть мы будем вынуждены приостановить принудительно уже эксплуатацию этого здания. Цирку будут вручены требования руководству об освобождении помещений от животных, естественно от всевозможных мероприятий, которые там проводятся, которые запланированы. Все это будет приостановлено. Остановить рост числа преступлений против детей пока не получается в Иркутской области. В прошлом году в регионе даже зафиксировали увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, причем сразу на 30%. Напомню, намного чаще малолетних стали грабить и убивать, однако большая часть злодеяний по-прежнему против половой неприкосновенности детей. По статистике, чаще всего растляют и насилуют несовершеннолетних соседей, не отстают отчимы и родные отцы. Число подобных злодеяний в Прибайкале продолжает оставаться на высоком уровне в сравнении с другими регионами страны. При этом общее количество преступлений против детей в Иркутской области за год снизилось на 21%. Стоит сказать, что и сами подростки стали реже приступать к закону, однако такая тенденция наблюдается не везде. Более 60% в Зимницкопске и Зайшевском районе. Почти на 40% в Куйкунске. В целом по области на 14% больше зарегистрировано круговых преступлений, совершенных совместно с отрубками. Особенно это характерно для областного центра. Негативные тенденции детской преступности выявлены в городах. Ангарске, Братске, Усть-Путе, Подайбо, Куйкунском районе. В целом же уровень преступности в Прибайкале за прошедший год вырос на 2%. Увеличилось число краж, разбоев, а также мошенничеств, особенно с банковскими картами. Самыми криминальными районами Иркутской области стали Шелиховский, Аларский, Тайшетский. Всплеск преступлений замечен в Уссолье, Черемхово и в Ленинском округе столицы региона. В столице региона на одном из складов сотрудники таможни и Россельхознадзора обнаружили 219 килограммов томатов неизвестного происхождения. 10 ящиков с овощами не имели маркировок и этикеток. В том помещении номер 2 было обнаружено подгоняем продукции томатов. Значит, коробки под бананов, подпрокровки, никакой нет. Документов нам не предоставил. Откуда в Иркутск привезли спелые томаты, неизвестно. Владелец плавдовочной продукции также не смог предоставить информацию о месте происхождения помидоров. У мужчины не было даже документов на товар. В итоге томаты изъяли и увезли на полигон твердых бытовых отходов. И вы уже наверняка догадались для чего. Ведь по закону подобная продукция подлежит полному уничтожению. Десятки, а то и сотни тысяч рублей в виде штрафов приходится платить предпринимателям, которые торгуют некачественными, а то и вовсе опасными продуктами. Такие на прилавках Иркутской области можно встретить часто. Несколько примеров без комментариев в следующем материале. Редактор субтитров А.Семкин Сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. Праздник это хоть и заграничный, но уже давно прижился у нас. К 14 февраля многие даже очень тщательно готовятся. Особое внимание уделяют подаркам. Какие презенты пользуются наибольшим спросом и какие суммы готовы россияне тратить на празднование этого торжества, узнаете в ценном выборе. Сегодня влюбленные пары по всему миру отмечают день Святого Валентина. И обходится этот день без подарков. В среднем россияне тратят на презенты полторы тысячи рублей. Так в середине февраля резко вырос спрос на ювелирные украшения. Почти в три раза. На втором месте по популярности духи и парфюм. Замыкает тройку лидеров сладкие наборы. Их в праздничный день приобретают в полтора раза активнее, чем обычно. Также в этом году на 30% мужчин больше приобрели шарики в форме сердечек, свечи и ароматические средства для ванн. А вот хит-продаж прошлых лет мишек из роз стали покупать на 13% реже. Снизился спрос и на букеты из мягких игрушек на 10%. Но в целом без цветов в этот день никуда. Они по-прежнему остаются символом праздника. Правда, результаты социологических исследований показывают, что число тех, кто отмечать этот праздник со своей второй половинкой не будет, увеличилось сразу на 10%. Теперь романтика в стране всего 56%. И большинство из них проживает на Урале. Олег Федоров, новости по водням. Романтики приезжают на День всех влюбленных к нам. Листвянка вошла в пятерку самых популярных мест отдыха на озерах России в феврале. Рейтинг составил крупный российский сервис бронирования жилья для отдыха. Специалисты проанализировали оплаченные заявки на отели, аренду квартир и домов. Интересующий период с 1 по 29 февраля 2020 года. Поселок на берегу Байкала оказался пятым по популярности. Также влюбленные часто отдыхают на озере Банная в Башкирии, Петрозаводске в Карелии, Приозерске в Ленинградской области и Осташкове в Тверской. За жилье в Листвянке пары в среднем отдают 2800 рублей. Это на двое суток. По стране разброс цен в несколько иной. Как правило, за проживание во время романтических путешествий влюбленные за сутки платят от 2100 до 5700 рублей. Ну а сразу после новостей спорта расскажем о трудностях путешествий из Магадана в Иркутск и поведаем, как крокодил превратился в гонорар. Не удалось завоевать золотых медалей первенства Сибири по вольной борьбе спортсменам Иркутской области. Тем не менее, без призовых мест наши ребята не остались. В активе сборной при Байкале оказались одно серебро и четыре бронзы. Теперь молодые люди, которые попали на пьедестал турнира, готовятся принять участие в первенстве России. Оно состоится в марте. Снова достойно представил Иркутскую область Дмитрий Левит. Молодой человек выступал на первенстве Сибири по теннису в Новокузнецке. Уроженец столицы Прибайкалья в одиночном разряде завоевал серебряную медаль, сражаясь за чемпионство с представителем Москвы. С ним же, но уже в одной команде, Дмитрий шел по турнирной сетке парного зачета и выиграл золото соревнований. Байкал-энергию продолжает лихорадить. В очередном туре чемпионата России по бенде белосиние встречались в Кемерове с местным Кузбассом. Наши хоккеисты открыли счет уже на четвертой минуте, но развить свой успех им не удалось. Все потому, что хозяева льда недолго были в роли догоняющих. После ответного мяча Кузбасс перехватил инициативу. Итоговый результат противостояния 6-4. Из Кемерово иркутяне уезжают ни с чем. Данил Сюдов, новости по будням. Поехал из Магадана в Иркутск на велосипеде, но что-то пошло не так. Испанский путешественник, совершающий необычный заезд, решил срезать путь. 700 из 5000 километров преодолеть на поезде. Такую хитрость амбициозный турист из теплой страны объясняет необходимостью. Дескать, 18 марта у него заканчивается срок действия российской визы. И он рискует не уложиться в сроки. После того, как испанец сойдет с поезда, ему еще предстоит преодолеть около 2000 километров на двухколесном друге. Не решит ли мужчина ради экономии времени прокатить себя велосипед, к примеру, на попутной машине, пока не ясно. Так же, как и не закончится ли эта поездка полным фиаско. Как зимой в 2018 году. Тогда путешественник уже пытался совершить заезд из Магадана в Иркутск на велосипеде. Однако на трассе Колыма мужчина серьезно отморозил пальцы на руке. Гостя из Испании спасли местные жители, довезли до ближайшего населенного пункта. Приедут в Иркутск уже в марте десятки известных писателей. Все потому, что в областном центре пройдет второй международный фестиваль «Книга Март». Авторы работ по биохимии, психологии, искусствоведению и астрономии лично представят свои новые публикации. Пройдет мероприятие в библиотеке Молчанова-Сибирского. Ну а о других, не менее интересных новостях со всего мира расскажем в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Творчество – это то, что помогает раскрыться личности. Психологи уверяют, что в каждом из нас живет творец. Просто кто-то создает картины, а кто-то ремонтирует автомобили, словно песню поет. Вот об этом и поговорим сегодня. Фейерверком творческих номеров отметили в Иркутске столетие Ленинского округа. В центре праздника были дети, их объединил фестиваль талантов «Жемчужная Россия». Юные дарования удивляли зрителей танцами, театральными постановками, игрой на музыкальных инструментах, а также картинами. Фестиваль уже стал доброй традицией. Он проводится уже 10 лет подряд. На этот раз он собрал более 400 иркутян. Самых творческих среди осужденных в конкурсе «А ну-ка, девушки» определят в колониях Иркутска области. В исправительных учреждениях региона женщины уже соревнуются в умении шить и готовить, а еще блистать на сцене. По условиям соревнования участницы нужно приготовить кулинарное блюдо, творческий номер и сшить костюм. Победительницы определят к 15 февраля. Лучшие работы примут участие уже во всероссийском конкурсе, итоги которого подведут в марте. Итогом сотрудничества стал крокодил. Именно так отблагодарил заказчик красноярского художника за его творчество. Такой вид оплаты за картину клиент выбрал не случайно. Он узнал, что мастер очень любит рептилии. Но уже известно, что художник-аллигатора у себя не оставит, а отдаст зоопарк, где за ним будет организован надлежащий уход. Сам же новоиспеченный хозяин будет навещать крокодила и помогать учреждению деньгами. Собранные на побережье камни становятся для художника из Уэльса источником вдохновения. Мужчина раскладывает на земле камни определенным образом, чтобы в итоге получился причудливый узор. Мастер признается, что когда приступает к работе, порой даже не знает, что именно у него получится. И от этого художник получает особое наслаждение. Ведь чаще всего творческий процесс радует больше, чем уже готовая картина. Творческих успехов вам! И самых позитивных эмоций от того дела, которому вы посвящаете большую часть своего времени. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok